Друзья, приветствую! Иван из Лабинска Краснодарского края прислал посылку в посылке образцы масла Акора PRO C3 540. Давайте посмотрим. Сейчас я вскрою посылку. Акору я еще не проверял. Некоторые мне зрители писали, просили проверить. Ну вот, дошло время и до Акоры. Так, вот описание. Значит, автомобиль, условия эксплуатации, краткое описание по маслу. Здесь щелочное указано от производителя. 7,68. Я посмотрел на одном известном сайте. Там 6,7 намерили. Честно говоря, бескислотного, но намерили только исключительно. Значит, так. Давайте посмотрим. Все, значит, две баночки. Свежие. Вот подписано. Я здесь ускорял, чтобы лишнего времени не отнимать у вас. Ну и отработка, естественно. Так, первым делом понятно, что я там обновлю спектр на эталоне, ранее созданном. Так, закладываю. Вот такая спектрограмма. Видно ступенечка между самыми максимальными пиками. Значит, есть эстера. Сейчас посмотрю. Примерно 0,15. Это примерно соответствует 3%. Так, далее. Подкорректирую значения, которые наверняка сместились при обновлении спектра. Ну и посмотрим. Так, самое интересное. Смотрите. Противоизносных присадок 22% от уровня. Кастрол 0,30. Это масло используется для болванки. Очень низкое. Возможно, здесь эстеры выполняют роль. Значит, противоизносную функцию на себя несут. Или, может быть, пакет какой-то другой, что здесь меньше фосфора, цинка. Ну, тем не менее. Значит, корректирую эти значения. И обратите внимание на значение щелочного 6,6. Очень похоже на то, что намерял один известный сайт 6,7. Но я все-таки выставляю, как заявляет производитель. Все-таки здесь 3% эстера, а 3% эстера всегда занижает. Ну и вы видели, да? 1,71 кислотная. То есть, с учетом того, что здесь эстеры есть, в общем-то, нормальная ситуация. Все, эталон я создал. Можно проверять отработку. Это у нас Гранта 22-го года. Этого года свежая. Значит, двигатель 1,6. 220. 211, 27. 106 сил. Всего общего пробега 5000 км. Побег на масле 4000 км. Так, смотрите. Значит, 118% по противоизноске. Ну, здесь я хочу сделать акцент на том, что начальный уровень очень низкий был. Плюс погрешность прибора. И получается, что вот на 100% это уже может быть там, допустим, 2% уже вот дадут такую погрешность. То есть, особо не обращайте внимания на это. Гликоля чуть-чуть видно. Сажи очень мало. 2,43 кислотная. Видно, что не сильно окисляется. 0,72. И немного подсело щелочное. 4,6. Ну, в общем-то, ничего такого криминального. Масло полностью рабочее еще пока. Ну, правда, и пробег небольшой. 4000 км. Так, сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежевой отработки. Посмотрим. Машина новая. Это вторая заливка масла после первой обкаточной на 1000 км. Вот. Так что, возможно, здесь еще обкатка идет. И поэтому это оказывает влияние на само масло. Так, смотрим. Да, видно, что есть разжижение. И разжижение приличное. В масло попадает топливо. Посмотрите. Это, скорее всего, режим эксплуатации. Ну, вот. Видно, там больше 50% разжижения. То есть, приличное разжижение. Так, сейчас не забывайте, кстати, отметить видео. Подписаться по второму, третьему кругу. Шучу, конечно. Нажимайте колокольчик. Те, кто не хотят пропустить новые видео. Ну, и заодно подписывайтесь на Дзен Алдархасе. И в телеге есть тоже Алдархасе канал. Там дублирую видео. Ну, и традиционно в конце оценка ресурса. Посмотрите. Мод часов нет. Средней скорости нет. Поэтому оперируем только километражом. Данное масло в данном автомобиле при текущих условиях способно выдержать практически 6300 километров. Да. По нитрованию это примерно 9600 примерно. Ну, и по вязкости 7400. То есть, здесь не больше 6300 километров данное масло. Я долго думал. И, как бы, значит, у меня такая идея возникла. Я, в принципе, прикинул. Обычно ресурс двигателя. Ну, не обычно, часто. Он от 400 до 500 мот часов. Вот. Я посчитал по нитрованию. Вот 9400 разделил на 400 мот часов. У меня получилось в районе 26 километров в час средняя скорость. При таких условиях масло по моющим нейтрализующим свойствам выдержало бы 260 с небольшим часов. Вот. Но хочу сделать акцент на том, что машина новая. Я уверен, что обкатку она еще до конца не прошла. Вот. Ну, и сами видели. Вот здесь, прямо на экране, перед глазами у вас сильное разжижение. То есть, здесь, не знаю, может из-за того, что не прикатанно. Но, скорее всего, это совокупность и неприкатанность мотора. Там еще какие-то есть шероховатости на зеркале, скажем, цилиндра. И условия эксплуатации. Я думаю, что все-таки средняя скорость, похоже, по вязкости невысокая. Вот. Поэтому вот отсюда такая ситуация с ресурсом. Я бы не сказал, что какой-то супер-пупер масло. Ну, 20% ПАУ производитель заявляет. Вот. Но, тем не менее, это не панацея. Да, видно, что окисляется медленно достаточно. Хотя здесь, как медленно? Здесь надо учитывать все-таки моточасы. Вот. Но на 4000 окисление 0,72. То есть, это достаточно низкое. Ну, скорее всего, это база играет. Но, тем не менее, еще важен и сам пакет и все остальное. Вот. На противоизносную присадку не обращать внимания. Я уже подчеркивал, что начальный 22, начальный уровень низкий. Чем ниже уровень, тем сложнее отследить и тоньше нужны измерения, чтобы отследить его изменения. То есть, допустим, чтобы поймать 10% от 22, это у нас все равно. Ну, это получается 2%, а от 100% от 10% это 10%. Получается, разница пятикратная. Понимаете, да? Вот о чем я говорю. Значит. Ну, и, кстати, здесь еще и 1050 ppm. Вода присутствует небольшая. Опять же, это, скорее всего, говорит о условиях эксплуатации. Иван тут написал, что стиль езды спортивный, но вместе с тем крутит мотор 3-4 тысячи. Не знаю, как это у него совмещается, два этих понятия, как можно ездить спортивно и крутить до 4 тысяч оборотов мотор. Честно говоря, ну, не в курсе. Может, напишите, кто знает. Ну, у каждого свое представление о спортивности, я так понимаю. Вот. Насколько я знаю, чаще всего, кто спортивно ездит, на механике, машина на механике, главная задача не упереться в отсечку на ограничителе. По крайней мере, у меня такая задача всегда стояла, когда ездил на Subaru. Главная задача не упереться, не заиграться, не упереться в отсечку, чтобы не потерять темп разгона. Ну, вот такой получился тест. Впервые про Акору. Благодарю Ивана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всем, кто посмотрел данные видео, всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.